Помимо того, что у вас учеба была построена с практикой, ты еще и был стажером в ГУБЛИ. Большие объемы данных, обрабатывал отчеты, использовал вот такие технологии. Но мне хотелось бы немножко поподобнее остановиться все-таки на твоей учебе. Академический университет очень сильно отличается от типичных университетов сейчас в России. Например, я вот в этом получу бакалавру в степени в другом музее. Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog.TV в Кремниевую долину. Сейчас мы находимся в одном из кампусов Гугла. И, естественно, со мной рядом сидит гуглер. Об этом сегодня и поговорим. Алексей, привет! Привет! Очень рад. Обычно я начинаю спрашивать своих гостей о том, какое у них образование и прочее. Но мне бы хотелось изменить немножко правила сегодня и попросить тебя, вот как будто ты проходишь интервью, и я у тебя спрашиваю. Tell me about yourself. Расскажи о себе. Вот вкратце. А потом мы начнем говорить. Это очень интересный вопрос, потому что мне кажется, что сейчас на технических собеседованиях достаточно редок этот вопрос. Ну, рекрутеры его задают. Рекрутеры его задают, но когда человек проходит рекрутеров, который посмотрел его резюме и более-менее понял образование, и он на технических собеседованиях, которые я, к слову, провожу иногда, этот вопрос практически не всплывает. Я смотрю об образовании человека, и все. Ну, давай отвечу. Давай, да. Расскажи вкратце вот от какого-то там начала до нынешнего момента. Хорошо. Наверное, очень важным моментом является то, что когда-то я пошел в хорошую школу, которая, это известный физмат-лицей в Петербурге, 239, и который буквально привел ко мне любовь к математике, к точным наукам, и я понял, что математика — это мое. И потом я сделал небольшой шаг в сторону, пытался учить физику, электротехнику, что-то более низкоуровневое. В этот момент я буквально понял, что так как я начал делать какие-то свои программистские проекты, что я хочу большего уклона к программированию. И в этот момент я пошел в... Я закончил бакалавриат, я получил некоторое образование по автоматизированной системе управления и обработке информации, но там больше было физики и электротехники. И в магистратуру я пошел уже учиться на software engineering. И учился я в Академическом университете в Петербурге. Это достаточно новое образовательное учреждение. И они делают очень большой упор на то, чтобы научить студентов всему спектру возможных технологий. Поэтому у нас было очень много практики, у нас было очень много разных технологий. Поэтому после Академического университета, после магистратуры, я достаточно хорошо разбираюсь в разных подходах к тому, как можно писать код. К функциональному программированию, к процедурному программированию, к тому, что бывают виртуальные машины, как они устроены. И один из преподавателей, который как раз считал мне курс виртуальных машин, он меня, видимо, заразил идеей виртуальных машин. Мне это очень понравилось. И самое главное было в том, что он работал в Гугле тогда в Петербурге. В Петербурге на тот момент был офис компании Google. Я не отвечаю на твой вопрос, как я сейчас заметил, но все же. И он меня позвал на собеседование. А так как мое образование, и в тот момент я уже точно понял, что я хочу писать код, и понял, что я более-менее разбираюсь во всем вокруг, и могу писать разный код, могу писать тесты, могу делать какие-то другие задачи, я решил попробовать. И, соответственно, я попал на стажировку и стал стажером. И там мне не задавали такого вопроса. Там как-то стажеры в Гугле в основном... Первый вопрос... Безусловно, есть этот стандартный вопрос, который все знают. Расскажите о самом классном вашем проекте, который вы когда-либо делали. И об этом проекте я просто взял один из проектов, который я делал, когда я фрилансил. И я буквально тогда строил какую-то систему обработки информации, которая собирала по интернету очень много разных данных, пыталась их как-то агрегировать и выдавать какие-то отчеты на основе этого. И так как эта система в моем понимании на тот момент была немножко похожа на то, что делает Гугл, собрать побольше информации и предоставить ее пользователям в каком-то удобном виде, я рассказал об этом проекте. Но это буквально заняло 10 минут, по-моему, и главная моя сложность в этот момент была в том, что надо бы рассказывать это на английском. А так как я жил в Петербурге, и английский я, конечно, научил, но не очень сильно, поэтому я очень кратко ответил на этот вопрос. Я буквально сказал, большие объемы данных, обрабатывал отчеты, использовал вот такие технологии, умею там C++, Python, что-то еще, знаю какие-то базы данных, использую какие-то модные базы данных на тот момент. Это GraphQL, по-моему, это база данных, которая GraphQL позволяет себя хранить. И, видимо, этот ответ зацепил рекрутера в тот момент, потому что было очень много разных технологий сказано вслух. И в тот же мере рекрутер уже знал, что я из академического университета, и человек, который меня посоветовал туда, уже рассказал, что у меня более-менее хорошее образование. Да. И с тех пор ты работаешь в Гугле. Да. Вот уже 4 года где-то, да? Я думаю, что да. Может, даже 5. Но мне хотелось бы немножко поподобнее остановиться все-таки на твоей учебе. Ты сказал, что когда ты учился в академическом университете, у вас была очень хорошо учебная программа составлена, и у вас было много практики, много было и теоретических данных, знаний. Мне бы хотелось немножко подробнее, чтобы ты рассказала об этом, потому что обычно я слышу от своих героев, которые получили также образование в России и в других странах, похожих на Россию, с такой же учебной программой, они обычно говорят, что не хватает практики, и что учебу там нужно переделывать полностью, что там действительно хорошие фундаментальные знания. Но что касается практики, они очень. Расскажи о том, как была устроена учебная программа в академическом университете. Да, хорошо. Академический университет очень сильно отличается от типичных университетов сейчас в России. Например, я вот до этого получил бакалавровскую степень в другом вузе, и в том вузе действительно было очень много фундаментальных знаний, но местами они уже устарели, а местами они были слишком фундаментальными. Практики никак было трудно использовать. Поэтому в академическом университете у нас буквально было... У нас безусловно были некоторые фундаментальные знания, которые необходимы, там статистика, какая-нибудь алгебра базовая, вот именно теория группы, вот это все очень сложное и страшное, потому что я плохо знаю на самом деле. Но при этом было очень много практики, особенно на софтер-инжиниринге. У нас буквально были отдельные курсы по бетону, по джаве, по объектно-ориентированному программированию. Все эти курсы вели люди, которые прямо сейчас работают в компании, используют эти технологии, чтобы было очень классно. И каждый из этих курсов включал в себя очень много действительно практической работы. Некоторых курсовых проектов. Мы там, например, на предмете по базам данных мы писали свою базу данных. На предмете по виртуальным машинам мы писали свою виртуальную машину. И то есть вот все знания, которые нам... Очень актуальные знания, которые мы получали, мы прямо вот сразу же применяли на практике. И это очень сильно помогало понимать что-то, осознавать. Как-то так. И получается, у вас преподаватели были в индустрии, как ты сказал. Да, у нас абсолютно все преподаватели были в индустрии. Да, я думаю, все. И они как бы, они прямо жили этими технологиями, они были очень увлечены тем, что они делают. Это они очень любили. Это явно, судя по их рассказу, то, что они делали. Поэтому они давали нам вот самые свежие знания. Иногда преподаватель проходил на следующую лекцию и говорил, вот я недавно в своей области нашел буквально вчера новую статью, которая новый подход описывает. Давайте сегодня поговорим не о том, о чем мы планировали, а вот об этом подходе. И мы эту лекцию тратили на то, чтобы обсудить этот новый подход к чему-то. В том случае это было, мне кажется, функциональное программирование. Да. Но помимо того, что у вас учеба была построена с практикой, да, ты еще и был стажером в угле. Да, но стажером я стал уже более-менее в конце. И в академическом университете самообразование, если кто-то захочет туда пойти, магистратуру, то там очень много учебы. То есть ее настолько много, что параллельно быть где-то стажером на первом курсе магистратуры практически невозможно. Никто нигде не работал, и условия были достаточно суровые, потому что все туда приходили по своему желанию. И вот, например, в нашей группе, мне кажется, через нашу группу прошло 40 человек за эти два года, и доучилось 12. То есть отчисляли безжалостно и всех подряд. Поэтому стажировки появились после первого года. Летом академический университет пригласил много разных компаний, которые в Питере есть, JetBrains, Яндекс и прочих, которые предлагали свои проекты, презентовали их. Google, мне кажется, в тот момент ничего не презентовал отдельно, но мы знали, что такая возможность тоже есть. И после первого года летом многие нашли различные стажировки, и уже на второй год стало значительно, ну, не значительно, а чуть меньше учебы, и многие послелетние стажировки в компании там оставались, может, не на полный день, на 20 часов, и продолжали работать. То есть на второй год уже было очень много опциональных предметов, которые все выбирали, и в том числе многие уже работали. Я в первом семестре, в втором году все еще не работал. Я как бы там поработал в одной компании, там у меня, к сожалению, сложилось, потому что, не знаю, это, я думаю, что-то обо мне. А потом во второй половине уже учебы, второго года, нам предложили попробовать стажироваться в Google, и я подумал, что я так много читал в Google, там так здорово, классно. Я даже на тот момент никогда не думал, что это возможно. Но, с другой стороны, мне кажется, что если есть такая возможность у человека, то почему не попробуюсь? Ну, скажут нет, так скажут нет. Поэтому я попробовал, и, к удивлению, я очень долго ждал ответа. Это вводило меня в очень неприятное состояние, когда я обновляю этот e-mail каждый день и жду, ой, где это письмо от рекрутера. Я где-то два месяца, я думаю, ждал ответа. Сейчас Google, мне кажется, починил это и начал отвечать кандидатам быстрее. Но тогда это было чудовищно и медленно, особенно стажером, особенно в маленьких удаленных офисах, как был в Санкт-Петербурге. И где-то только в апреле, то есть еще один год заканчивался буквально в мае, только в апреле я начал стажироваться в Google. Да. Но, как ты сказал, это был офис Google в Петербурге. Он тогда еще существовал там, и ты стал там стажироваться. Расскажи, какие задачи дают стажерам? Насколько высокий уровень ответственности у них? Уровень ответственности? Я могу сейчас говорить о Санкт-Петербурге. Я также общаюсь с большим, конечно, стажером здесь, в Америке. Ну, давай сравним, если ты имеешь такую возможность. В Петербурге проектов было достаточно мало, потому что был очень маленький офис, было более-менее два больших проекта. Один из них был публичный, второй был некоторый внутренний, гугловый. И публичный проект был Chrome DevTools. И в этом проекте мне не давали какую-то критически важную работу, мне больше давали работу, которая была связана с тем, что мы знаем, что у нас в DevTools есть некоторая проблема, и мы знаем, что у этой проблемы нет очевидного решения. Например, там надо было… Я плохо помню, сейчас вспомню. Первая задача была в том, что необходимо было брать… научиться редактировать HTML. Окей, есть веб-странички, у них есть некоторый source code, некоторый HTML. Надо было научиться его редактировать и по-живому обновлять страничку, чтобы пользоваться просто печатал вживую и мог видеть все изменения. И тогда надо было просто понять, насколько это нужно, насколько это может быть полезно, потому что до сих пор не очевидно, что полезно, и как это можно быстро делать. Это был такой ресурс-проект, который не был важен, критически важен для DevTools никак. И второй проект был более простой, потому что это более понятно. Это надо было попробовать написать инструментирующий профилировщик для JavaScript, чтобы мерить его производительность. И потому что DevTools сейчас не инструментирующий профилировщик, и надо было проверить, что можно сделать из инструментирующего. Это тоже был какой-то более ресурс-проект, чем что-то важное. Но помимо этого я сделал нечто важное в третьем своем проекте, который, ну как сказать, важный. Была система, которая работает, и мне было доверено ее за рефакторить. Наступно, что она была сложная, была сложная поддерживать. Там весь код был размазан по огромному коду хрома, который огромен. И надо было это как-то все собрать, сделать и чуть-чуть улучшить. Собрал, сделал, чуть улучшил. Но это не было, опять же, критически важно для продукта. Но это была оплачиваемая стажировка или нет? Она была оплачиваемая, и она была очень хорошо оплачиваемая. В том смысле, что в Петербурге платили очень хорошо. Ну здорово. Это, я думаю, приятное дополнение ко всему прочему. Безусловно, потому что платили хорошо. Были еще некоторые развлекательные мероприятия для стажеров. Там нас в июле, по-моему, отвезли всех вместе в Цюрих, в Швейцарию. И все стажеры друг с другом знакомились и как-то тусили, чтобы было весело и интересно. И вот, да. Так проходило. Но я знаю, что после того, как ты выпустился из магистратуры, ты должен был закончить свою стажировку, потому что стажер должен быть студентом, правильно? Да. Что ты сделал? Это была такая, забегая наперед, твоя любовь к Гуглу или почему? Мне, безусловно, нравилось работать в Гугле. И на самом деле в тот момент, в августе, у меня учеба заканчивалась формально по концу августа, и в середине августа мне очень захотелось остаться, и я захотел остаться инженером. Но процесс конвертации в инженеры достаточно длителен. Может занимать до месяца и больше. И поэтому, чисто теоретически, у меня 30 августа, либо 31, не помню, сколько дней в августе, должны были уволить. И для того, чтобы... Это Гугл, для того, чтобы остаться стажером в Гугле. И во многом потому, что российская воинская повинность работает определенным образом. И отчасти, потому что мне нравилось то, что я делал в магистратуре с точки зрения моей дипломной работы, это тоже важно. Я сейчас говорю это третьим, но на самом деле это может быть даже первое. Я решил остаться в аспирантуре в академическом университете. Большое им спасибо, что они меня взяли. И я даже пытался что-то продолжать делать некоторое время. Но эта аспирантура позволила мне быть неуволенным в конце августа и стать стажером, немного другим стажером в Гугле, потому что, как и инженеры в Гугле имеют разные уровни, стажеры тоже имеют разные уровни. И я стал стажером следующего уровня, лишь потому что я стал аспирантом. Круг моих задач никак не изменился. Ничего не изменилось в моей жизни, кроме того, что меня фактически уволили 31 августа, и 1 сентября наняли нового стажера. Но ты снова проходил собеседование, да? Нет, я не проходил собеседование. Просто тебя? Нет, просто я принес бумагу, что я теперь аспирант. Мне сказали, ура, слава богу, возьмем тебе дальше работать. А ты закончил аспирантуру? Я не закончил аспирантуру. Кстати, это очень частая история. Ребята идут и не заканчивают. К сожалению, я узнал случайно то, что меня отчислили. Но я сам без сон неправ. И было очень сложно уделять достаточно времени аспирантуре, находясь не в Петербурге. Потому что это было действительно сложно. И нужно было очень много желания мне, чтобы это продолжать. И я, видимо, не справился с этим. И сейчас я понимаю, что если сейчас я пойду аспирантуру, я без сона буду заниматься чем-то другим, не тем, чем занимаюсь в амминистратуре. Да. Смотри, ты был стажером, но сейчас ты инженер и находишься в Калифорнии. Давай вот об этом пути. Как ты перешел из стажеров в инженеры? И что было дальше? Стажеры в инженеров в Гугле имеют шанс превратиться. И для этого обычно им необходимо пройти собеседование. Стажер в конце стажировки. Обычно эта опция доступна только стажерам, которые вот-вот перестанут быть студентами. Потому что, как правило, мне кажется, что Гугл не склонен нанимать в качестве полноценных инженеров людей, которые все еще учатся. Потому что, видимо, нельзя совмещать работу и учебу. И в конце стажировки Гугл предлагает пройти стажеру собеседование, если понимаешь, что он доступен для полноценной работы инженером, и отправляет на эти собеседования. В моем случае, так как я работал в маленьком офисе, и было всего 20 человек, всех которых я знал, скажем, я завтракал, обедал и так далее, меня отправили собеседоваться в Москву, где тогда был офис побольше, где я никого не знал. И я, соответственно, два раза ездил в Москву, потому что первый раз я съездил, прошел два собеседования, их оказалось недостаточно, и после этого проходило еще два собеседования. Но самое важное здесь, что действительно в конце стажировки на стажера пишет некий отчет его менеджер. Возможно, еще на стажера, помимо менеджера, пишет отчет у людей, с которыми он работал, здесь такие есть, и на основе этого отчета компания решает, стоит попробовать сконверсировать этого человека в инженера, либо нет, и при обоюдном желании тогда приглашаю на собеседование. И два собеседования, потом еще два, и я слышал, что кто-то даже шесть раз собеседовал все однажды. Потому что иногда бывает, что компания не понимает, подходит этот человек, не подходит. И Google всегда старается говорить об этом и всеми силами следовать тому правилу, что Google пытается скорее, иногда очень редко, не нанять человека, которого, возможно, нужно было нанять, чем нанять человека, которого не нужно было нанимать. Поэтому надо очень долго убеждать на собеседовании, что человек действительно подходит. Но как изменились твои обязанности, когда ты стал инженером? Изменились ли они вообще? Мои обязанности росли более-менее плавно, в конце стажировки между... Так как я сместился в область отладки JavaScript в Chrome DevTools, и фактически я сейчас пишу JavaScript-отладчик и все с ним связанное, мне пришлось познать в Chrome, есть такая штука, которая исполняет JavaScript, называется VEAT, и мне пришлось немножко сместиться в сторону VEAT и начать работать там с некоторыми людьми из команды VEAT. И фактически я в тот момент, когда стал инженером, стал работать над отладчиком JavaScript-а, больше про бэкэнд этого отладчика, то есть это VEAT, это чуть-чуть Chrome, и меньше про наш фронтенд, потому что было и так достаточно много людей, которые работали над отладчиком. И вот так вот. Но обязанности практически... Сильного скачка не было, не было такого, что все, теперь ты инженер, у тебя новый классный проект, делай со всем что-то новое, такого не было. Я просто шаг на шаг маленький. Ну, это как раз-таки было то время, когда офис закрывался, правильно? Вот твой переход в инженеры, и он как раз наложился на это время, когда Google ушел из России. Да, мне кажется, я был один из последних инженеров, которых наняли в Петербурге в тот момент. Я стал инженером в октябре, и мне кажется, в районе ноября-декабря стало известно, что Google планирует закрыть маленький офис, потому что он был маленький. Я точную причину не знаю. Это, наверное, неважно. И в тот момент появилось фактически две возможности, что либо я ухожу и заканчиваю работать, и, соответственно, все. Так себе возможностей. Я не знаю, на самом деле, я очень сильно кайфовал от того, что я могу работать в компании Google, делать что-то классное, и при этом находиться в родном городе, потому что я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Это очень здорово было, мне так оказалось. До сих пор что кажется, сейчас у меня просто нет такой возможности. и, соответственно, появилась возможность переехать вместе с Google. Google предложил некоторые варианты, некоторые. Можно было найти самого новый проект, чтобы требовать некоторых возможностей беседования дополнительно. А можно было остаться в текущем проекте и поехать с текущим проектом куда-то в другой офис. И так получилось, что в тот момент я начал что-то понимать в нашем проекте спустя 4 или 5 месяцев и что-то приносить к какой-то пользе. И мне показалось, что, ё-моё, наконец-то я что-то делал полезно для пользователей. Я недавно слушал интервью с человеком, который описывал современное поколение, миллениумов так называемых. Я, видимо, где-то на стыке, но выяснилось, что там было 3 пункта и один из пунктов было, что миллениумам очень важно иметь какой-то импакт, то есть влияние на жизнь других людей. И тогда как раз у меня появилась такая возможность получить этот импакт, потому что я начал делать что-то полезное, какие-то фичи, которые реальные пользователи пользуются, и, соответственно, начать что-то делать. Я решил остаться с командой. После этого команда обсудил внутри себя более-менее, решил, мы долго на самом деле выбирали, куда поехать, и команда решила, что поехать в Калифорнию, фактически в центр. То есть это было общее решение, вы сели и думали, поехать в Швейцарию, в Австралию или куда-нибудь? Да, там были очень много различных нюансов, потому что в некоторый офис нельзя было поехать с этой командой, потому что там нету соответствующих частей гугла, которые необходимы, чтобы была наша команда там, и были разные нюансы. Была куча нюансов, вот так прямо вот в любую точку нельзя было на глобусе ткнуть и поехать, но вот такие большие офисы, например, Калифорния, там Mountain View, Seattle, Лондон, наверное, были возможные, они верно, и действительно все очень часто разговаривали в офисе о том, какие налоги, какое что, какое законодательство, что с учебой и так далее. Но для того, чтобы переехать в Америку, в принципе, существует, ну, в основном, две визы. Это H1B для высококвалифицированных специалистов, но, как известно, она имеет лотерею, может быть, в тот год она и не имела, не знаю, но и есть L-виза. Поскольку H1B лотерея, то нету гарантии, что ты выиграешь эту лотерею. И твоим путем, насколько я знаю, была L-виза. Да, в тот момент всех, в нашем офисе всех более переводил по L. Да, но, поскольку ты начал работать инженером в начале осени, а в ноябре стало известно, что они закрываются, то для L-виза нужно год, для того, чтобы поработать в другом офисе, не в американском, чтобы переехать в США. Как у вас было? Как решили этот вопрос? Этот вопрос решился тем, что выяснилось, что необходимо работать на американскую компанию за границей год, и поэтому оказалось не сильно важным инженер либо стажер. И так как у меня был полноценный договор на полный рабочий день, когда я был стажером, то мне получилось фактически начать работать в гугле, мне кажется, с начала моей стажировки. Это сильно помогло всем, что год начал начинаться не с ноября, а с апреля либо мая, точно не помню. Но при этом, мне кажется, я был одним из последних инженеров, который оставался в Санкт-Петербурге и постепенно все начали переезжать. Я был одним из последних инженеров, которому надо было дождаться этого окончания года, пока офис закрывался, и получить Эльвизу, легальный способ Эльвиза. При этом гугл рассматривал другие возможности, которые всегда есть. Это, например, перевезти человека в другой офис, где менее строгие требования, например, в Лондон либо где-то там, поработать в Европе, и когда накопится этот год, уже переехать в США дальше. Это вариант рассматривался, но оказалось, что за счет стажировки я и так попадал на год. И я без проблем получил Эльвизу, и тогда еще все консульства были на месте в Санкт-Петербурге, все было хорошо, и получил визу. И, соответственно, мне кажется, в июле начал работать уже в Калифорнии. А давай тогда поподробнее поговорим о том, вот вы сравнивали разные локации Гугла и приблизительно понимали, какие там зарплаты, смотрели на налоги. Расскажи, что у вас в итоге вышло? Где выгоднее всего гуглеру жить, работать? Это очень сложный вопрос. Да. Он очень многоградный. И на самом деле в какой-то момент появилась некоторая табличка, которая включала все всякие индексы уровня жизни, уровень зарплаты, средняя зарплата всех остальных в этом регионе, там, налоги и все прочее. И на основе всех этих индексов некоторым магическим образом, по некоторой магической формуле был посчитан некоторый индекс короля. Очень странный индекс, как может показаться. был индекс короля, и в деле был индекс насколько безопасно в этом месте. Потому что в некоторых местах, как, например, в Петербурге, зарплаты программистов очень высоки, по сравнению, со средним уровнем жизни. Поэтому кажется, что там жить должно быть очень классно. Потому что человек, который работает на IT-компании, на большую, на любую практически, в Петербурге, может себе многое позволить. Но за счет того, что средний уровень зарплат достаточно низкий, существуют некоторые риски. Существуют некоторые, не знаю, качества жизни вокруг, может быть, чуть ниже, чем, например, в Швейцарии, где уровень зарплаты программиста, он где-то на среднем уровне зарплаты всех остальных. Но все, в принципе, зарабатывают очень много денег. Но из-за того, что все зарабатывают в среднем одинаково, уровень жизни вокруг, все, что вас окружает, будет на уровне. На том вот среднем, замечательном, высоком уровне. И вот. То есть в Швейцарии живут короли. Гуглеры короли. Там безопасно, но с точки зрения королей я не знаю, но по отношению налогов и зарплат, мне кажется, это достаточно хорошее место, но я точно не знаю зарплату, безусловно. Да, конечно. Но казалось бы. И мне кажется, если зайти на Глаздор можно увидеть, что там достаточно высокие зарплаты. На самом деле, сейчас более модное есть приложение. Глаздор немножко опаздывает. Есть такое приложение Blind, если кто-то еще не знает. Там, я не знаю, есть ли какая-то общая статистика, но там периодически люди анонимно постят свои там зарплаты или там офферы, типа, а вот мне предлагают сколько, а это ок или не ок и обсуждают. В общем, это я надеюсь. И очень важно, что, в принципе, когда вам что-то предлагают любую цифру, очень важно понимать, куда именно вы едете, потому что налоги и все вокруг очень сильно разница. Потому что в России вы просто вычитаете 13% и получаете сумму. В Америке вы вычитаете некоторое непонятное число, там, в районе 40%, наверное, и это совсем другое уже. И, например, если вы живете в Америке в долине с этой отличной стоимостью аренды жилья, то это одно, где у вас половая зарплата либо больше уходит на аренду жилья. А если вы живете в какой-нибудь другой части Америки, наверное, Сиэтл был таким местом, но сейчас уже меньше, не знаю, там, соответственно, зарплата у вас будет более-менее похожая, но на аренду вы будете отдавать значительно меньше и налоги будут меньше. Вообще, по моим исследованиям, Сиэтл действительно в Америке самое лучшее место в соотношении вот этого всего. Но в Калифорнии, условно говоря, для программиста, если он не женат, то здесь я думаю, что его процент, в зависимости, конечно же, от того, насколько он много получает, я думаю, что будет в районе 35%. Если он женат, если он женат, и жена его, например, не работает, то этот процент уменьшается где-то на 10%, то есть это где-то 26-25%. Я просто недавно этим занималась, но это так. Возможно. Такая просто информация. Вот, значит, ты отсидел в офисе до звонка. Фактически до закрытия в петербургском офисе. И переехал сюда. Вы переехали своей командой, и я знаю еще одного человека из твоей команды, он тоже говорит по-русски, тоже работал в Питере, и я так понимаю, что у вас в команде очень много именно русскоговорящих ребят, да? В этом плане мне очень сильно повезло, у нас действительно в команде очень много русскоговорящих ребят, потому что основной косяк команды приехал из Петербурга. Там не просто много русскоговорящих, там, мне кажется, очень много людей из Петербурга. В нашем здании, в котором мы работаем, мне кажется, людей из Петербурга больше, чем из любого другого города по отдельности. Ну, это плюс, потому что можете посылки передавать иногда, когда едете. Да, и можно на работе иногда разговаривать по-русски. Да. Давай поговорим тогда о том, как здесь устроен рабочий процесс. Я думаю, что он не сильно отличается от того, что у вас был в Питере, да? Но, тем не менее, вот расскажи, процесс. Ты же работаешь над тем же проектом, правильно? Да, я продолжаю работать над тем же проектом. Процесс немножко, наверное, изменился, когда люди приходят на работу и уходят, потому что в Петербурге люди были склонны приходить позже и уходить позже во многом, потому что им нужно было попасть на какое-то совещание, на какой-то митинг с командой здесь, например, и за огромный разница в часовых поясах эти митинги в Петербурге проходили очень поздно вечером. И поэтому люди были склонны приходить к 11-ти, к 12-ти на работу. Здесь почему-то, мне, по крайней мере, так кажется, что люди приходят пораньше на работу, не сильно, но пораньше, и с точки зрения рабочего процесса, мне кажется, в основном ничего не поменялось. Мы как делаем наш продукт, так и делаем, как у нас были какие-то командные митинги, так и они остались. С точки зрения взаимодействия с другими командами, они здесь находятся, те команды, с которыми вы как-то работаете? С точки зрения, большей части команды стало, наверное, проще, потому что мы сейчас фактически сидим в том же здании, где сидит весь остальной Chrome, все люди, которые делают Chrome, так как мы делаем инструменты для веб-разработчиков, нам очень часто важно, чтобы поговорить с людьми, которые делают Chrome, чтобы понять, как нам лучше делать наши инструменты. Мне не сильно стало проще, а может даже стало сложнее, потому что мой фокус это отладка JavaScript, и команда, которая делает движок JavaScript, находится в Мюнхене, и поэтому в Петербурге у меня была небольшая разница с ними по времени, здесь у меня фактически мы коммуницируем в духе того, что я раз в день, если у меня есть какие-то вопросы, отправляю e-mail. Сегодня, грубо говоря, я получаю ответ завтра, завтра я пишу ответ на ответ, и послезавтра фактически тормозиться немножко. Немножко тормозиться, да, поэтому приходится быть более самостоятельным. Больше дела самого, да. А относительно коммуникации, вот понятно, что вы там все были одного менталитета в Питере, и все русские, да, говорили на одном языке, и для вас нормально было одно. Когда вы сюда приехали, вот видишь ли ты какие-то отличия в коммуникации с ребятами не русскоковырящими здесь? Вот разница менталитета и сложность коммуникации есть какая-то? Разница? Мне кажется, что в каком-то смысле, наверное, существовало всегда, потому что нам надо было и в Петербурге с нашим менталитетом общаться все равно с людьми отсюда, но здесь просто мы сталкиваемся с ними чаще, и в принципе я хочу сказать о том, что, наверное, так как мы все в основном обсуждаем технические вопросы, то никакой разницы я не вижу, потому что технические вопросы, они везде технические вопросы, а проблемы какие-то именно с пониманием? Ну, может быть, смотри, я тебе может подскажу, что мне обычно говорят, что в Америке ок это значит, ну, типа, когда тебе говорят ок, это значит не очень. Это очень классный поинт в том смысле, что действительно у них очень сильно смещена эта шкала, что в России хорошо здесь это, видимо, великолепно и так далее. У них есть смещение некоторой шкалы, и это важно. Еще американцы очень хороши в том, что они очень хорошо описывают то, что они делают. В Гугле для того, чтобы запромоваться, надо себе что-то написать. Нужно написать вот этот страшный первый пакет, в котором вы сидите и пытаетесь написать, что вы очень классный, сделали такие важные продукты для компании и выполнили некоторые проекты. И кажется, что с американским менталитетом и людям, мы решим здесь, делать это проще. Даже существуют некоторые тренинги, которые говорят о том, что американцы склонны писать о себе в некотором таком восторженном ключе. Они менее скромные по своей природе. Они меньше себя рекламировали. Да, если что-то сделали, то они это сделали и все классно. Люди из Европы и из России, мне кажется, менее склонны это делать. И мы больше отчасти принижаем свои заслуги, больше склонны говорить, что мы все делали это вместе, мне кто-то помог и так далее. И это большая разница. Да. Ну это отличное замечание. И хотелось бы уже перейти, наверное, к такой важной очень части, к собеседованию. Ты уже здесь работаешь три года, и, естественно, ты проводишь технические собеседования. Давай, может быть, на каком-то примере, может быть, у тебя есть там где-то в загашнике какая-то задачка, которую ты иногда спрашиваешь, или, ну, приблизительно такого типа задачи, пример какой-то. Фактически пишет код без ошибок и сразу видно, что возникают некоторые сомнения и я начинаю отдержать себя мыслью, а может, кандидат знал эту задачу, либо он такой классный. Ну, вы можете вызвать на дополнительное интервью, если у тебя есть? Да. Как бы решение так всяко принимается группой собеседующих вот там, и это чисто подсознательное решение жить в большом крупном городе. Ну, а сейчас я думаю о том, что я приехал и далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...